Ровно 7 месяцев назад в Барнауле перекрыли движение на Ленина по мосту возле Нового рынка. Это стало началом реконструкции путепровода через железнодорожные пути, что предвещало на полтора года изменить привычную жизнь барнаульцев. Сейчас прошло чуть меньше половины от этого срока и ждать обновленного и важного для краевой столицы стратегического объекта осталось совсем немного. Что же удалось сделать за это время? Итоги ремонта в уходящем году мы подведем вместе с руководителем подрядной организации ДСУ-4 Николаем Данилиным. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, этот год подходит к концу, время подводить небольшие итоги. Итак, расскажите, пожалуйста, что же удалось сделать до конца уходящего года? Большой объем работ сегодня завершен. Работы не остановлены, работы мы продолжаем, мы их будем вести до конца года. Небольшой перерыв сделаем на сами новогодние праздники, там буквально несколько дней с 31-го, возможно, по 3-е где-то января. И работы будут продолжены. Поэтому такого, что мы там завершили какой-то этап и теперь там уходим в зимнюю спячку, такого нет. То есть работы на объекте продолжаются. Что-то, к сожалению, от изначального плана графика не получилось сделать. Ну, в силу объективных причин, вот, там ряд определенных нюансов возникали на объекте. То есть, ну, на сегодня, по крайней мере, мы хотя бы не находимся в состоянии, когда эти вопросы окончательно нам как-то стопорят работу, да. То есть они сегодня так или иначе уже либо разрешены, либо в стадии разрешения находятся. Ну и, соответственно, работы ведутся на объекте. А что именно? Ну, непосредственно, если говорить про сегодняшний день, да, то мы завершаем бетонирование первой опоры маленького путепровода. Это который у нас ближе к дому быта. Я напоминаю, что у нас два путепровода, да, хотя когда жители по нему ездили, я думаю, никто и не понимал, что на самом деле там два моста, да, а не один. Вот. И на большом путепроводе, который у нас между Кулагина и Новым рынком, там мы сегодня занимаемся подготовкой под устройство буронобивных свай на третьей опоре. И на четвертой опоре мы вот как раз дополнительный вид работ, который у нас появился в силу дополнительных проектных изысканий. Это мы сейчас выполняем работы по укреплению грунтов под опорными частями буронобивных свай, то есть на глубине порядка 30 метров мы укрепляем грунты, потому что данные испытания показали, что они слабые. И вот мы фактически примерно где-то с июня по октябрь вместе с проектировщиком, вместе с заказчиком, вместе с стройэкспертизой искали техническое решение, которое позволило бы эту проблему решить. Это решение было найдено, проектировщик получил положительное заключение экспертизы, и сегодня у нас подрядная организация, Райдекс, она эти работы выполняет. Но, к сожалению, тут опять наша сибирская погодка немножко нам подсуропила, скажем так, и морозы, которые стояли последние две недели, не позволили сначала вообще работу производить, а потом не позволили их производить двухсменную работу, как изначально планировалось. Поэтому мы, к сожалению, пока еще только четвертую опору инъектируем, но я надеюсь, что сегодня-завтра эти работы на четвертой опоре будут закончены, и уже подрядчик переключится на первую опору. Ну вот, как вы уже сказали, зима началась с ужасных, сильнейших морозов. Вот можно подробнее, пожалуйста, насколько это усугубляет процесс работы, не страдают ли материалы, и самое главное, не страдают ли рабочие? Ну, зима без морозов не бывает, и мы этот вопрос, скажем, ваши коллеги поднимали еще в летний период. Мы тогда и говорили, что понимаем, что в зимние месяцы так или иначе будут дни, когда температура работы не будет позволять производить в полном масштабе. Мы для себя у нас критерий 25 градусов ниже нуля, то есть ниже 25 мы работы не производим. Субподрядчик наш по инъектированию, у них технологический процесс так выстроен в силу того, что подается водоцементная смесь, они ниже 20 градусов уже не работают, потому что иначе в трубопроводе просто-напросто вода замерзнет. Соответственно, морозы стояли, ну вот когда были прям совсем 30, ниже 30, мы работы не производили в полном объеме. Когда температура между 20 и 25, работы производим, но есть понимание графика производства работы, то есть рабочие определенное количество времени работают, потом меняются, уходят греться. То есть, ну, это, скажем, накладывает немножко технические сложности, то есть работу, которую там в теплое время ты делаешь за 8 часов, ну, в такие морозы она там будет занимать часов 12, да, то есть, ну, в силу того, что людям надо, понятно, погреться, отойти там. Вот, а так, что касается каких-то, ну, глобальных прям сбоев, то есть, ну, зима и зима, и виды работ, которые в зиму были предусмотрены, мы их и выполняем. Угу, поняла, спасибо. Ну, и жители сейчас интересуют вопрос, вот в условиях санкций, не возникают ли проблемы с поставкой материала, металлоконструкций? Ну, у нас, слава богу, страна, по-моему, металл производит в достаточном объеме. Я напомню, что у нас заказ на изготовление металлоконструкций еще летом был размещен на одном из крупнейших российских заводов, которые именно мостовыми конструкциями занимаются, это город Тюмень, компания Стальмост. Это один из поставщиков пролетных строений на Крымский мост, и в том числе они вот на восстановление Крымского моста сейчас изготавливали металлоконструкции. Нашим соседям в Новосибирской области на 4-й мост через ОПЕ они поставляют металлоконструкцию. Это мощный крупный завод, предприятие крупное. У нас сдвижка небольшая по срокам поставки металла есть. Мы планировали в декабре полностью весь металл завести. Сегодня нам завод дает крайний срок, это 10 января. Окончание поставки, нас это на сегодня, именно поставка металла, то, что немножко сдвинулось, не смущает, потому что вот в силу дополнительных видов работ, которые появились по опорам, у нас, к сожалению, график монтажа металлических конструкций сдвинулся тоже. Поэтому, соответственно, сейчас нам то, что завод немножко задерживает, это не критично. Задержка у них произошла из-за двух причин. Первая, это тоже у нас проектное решение по окраске металлических частей. Немножко такое своеобразное было применено проектировщикам и наложило технологический, скажем, такой нюанс. Завод из-за этого вынужден был в сроке выпуска готовой продукции сдвинуть. Второй момент, это теракт на Крымском мосту. Они из-за этого немножко, ну, по договоренности с нами, график нам подвинули. Ну, мы здесь как бы, надо понимать, да, и важность объектов. Ну, я еще раз говорю, это нас не задерживает сегодня. Поэтому по металлоконструкциям проблем нет. А остальное у нас, основной материал, который тоже поставляется, это цемент и арматура. Арматура тоже российская, с Урала, слава богу, все нормально едет. Цемент, это наши соседи, город Новосибирск. Поэтому материалы в основном все российские, поэтому здесь проблем нет. Санкции никак не повлияли. Что ж, прекрасно. Ну, и один из волнующих людей вопросов, сколько же уже было потрачено на ремонт? Ну, потрачено в целом у нас объект порядка 1,7 миллиардов, да, то есть стоимость объекта. У нас в ДСУ-4 получен аванс в размере 54% вот этой суммы. То есть, ну, фактически более 900 миллионов мы получили именно как аванс. Ну, и плюс мы ежемесячно выполненные работы сдаем заказчику. То есть на сегодняшний день там суммарно уже более миллиарда денежных средств в виде аванса или уже в виде расчета за выполненные работы на счет ДСУ-4 поступило. Ну, эти деньги мертвым грузом не лежат. Соответственно, мы там больше 200 миллионов аванс был перечислен в Тюмени за изготовление остальных конструкций, арматура, та же цемент. Все это вот как раз с этих средств и оплачивается. Ну, в бюджет укладываетесь? В бюджет, да. Ну, у нас вариантов нету, скажем так. В любом случае, у нас сегодня есть дополнительные проектные решения. Я еще раз застряк, которые появились уже в процессе производства работ. Они у нас техническую часть экспертизы прошли. Вот сегодня у нас документы загружены в экспертизу у проектировщиков. Мы ждем выхода с метной части. То есть, соответственно, в любом случае корректировка цены. То есть часть работ у нас была убрана. Опять же, по факту уже выполнения работ мы увидели, что часть работ нет необходимости выполнять. У нас часть отминусовалась, часть, наоборот, будет добавляться вот это инъектирование. Вот когда мы получим, ну, это вопрос следующего уже года, то есть первого квартала, я думаю, 23-го года, мы получим полностью все сметные части после экспертизы. Тогда мы поймем, как цена изменилась. То есть чуть-чуть увеличилась, чуть-чуть уменьшилась. Примерно в том же ценовом диапазоне осталась. Но это, опять же, это объективные вещи. Это не то, что там мы захотели, стал объект вдруг стоить в два раза дороже. Это не так. Но есть какие-то критичные повышения цены? Сейчас уже нет. Самое критичное, это то, что в период между отыгрышем объекта и заказом металла, вот металл, к сожалению, у нас в смету не попадает. То есть, что касается металлических конструкций, пролетных строений, у нас сейчас фактический договор на поставку металла, он дороже сметной где-то примерно на 20%. То есть, ну, это тоже, опять же, и заказчику доведено, и проектировщику доведено. Вот мы сейчас ждем сначала всех измененных видов работ, чтобы их осметить, а потом уже будем заниматься уже этим вопросом, опять же, в рамках того лимита средств, который сегодня у заказчика имеется. Угу. Так, ну и что же еще планируют успеть сделать до конца этого года-то? Что мы планируем до конца года? Надеюсь, что мы полностью закончим фундаменты на маленьком путепроводе, первой и второй опоры бетонировать, и выйдем уже в бетонные работы не фундамента, а телоопор. На большом путепроводе, значит, ну вот я надеюсь, что буквально сегодня-завтра будут завершены работы по инъектированию четвертой опоры, перейдут на инъектирование первой опоры. Если погода сохранится примерно в том температурном диапазоне, который мы сегодня видим, и до конца года будет стоять не ниже 20, то мы и первую опору тоже завершим по укреплению грунтов. На этой неделе должны закончить работы по подготовке площадки под третью опору. Тоже у нас подрядчик зайдет с устройством буронобивных свай. Ну и их мы, наверное, до Нового года успеем, я надеюсь, забетонировать. И в январе уже выйдем опять же в укрепление грунтов под ними. То есть будем заниматься, завершим фундаменты на маленьком путепроводе и на большом часть завершим, и на четвертой опоре, надеюсь, выйдем уже в тело опоры, а на остальных опорах будем заниматься фундаментами. Ну а что касается металлических конструкций, я, ну, как бы, вот пока мы видим март-апрель, это начало работ по монтажу. Спасибо. Ну и такой вопрос. Известно, что до реконструкции мост был восьмипролетным, но после ремонта его планируют сделать трехпролетным. Вот объясните, пожалуйста, зрителям, что такое пролетность моста и повлияет ли это в целом как-то на его конструкцию? Ну, у нас, на самом деле, оба путепровода меняют свои габариты, скажем, полностью, да, то есть маленький у нас был трехпролетный, будет одна, большой был восьми, станет трех. Что такое пролет, да, то есть это конструкция моста, ну, между опорами. То есть если сбоку мы смотрим на любой инженерный объект, да, путепровод или мост, мы видим, что у нас есть опора, следующая опора, следующая опора, вот между ними это пролет, то есть то, что опирается на эти опоры. Вот, соответственно, было девять опор и восемь пролетов на большом путепроводе, будет четыре опоры и всего три пролета. Что поменяется в плане человека, который по этому объекту едет, ничего. То есть когда ты сверху проезжаешь, для тебя количество пролетов, количество опора никак не влияет. Ну, кроме, наверное, одного, что чем меньше опор, тем меньше, скажем, стыков, тем меньше деформационных швов может быть, да, то есть, соответственно, ну, вот какие-то неприятные перескоки через деформационный шов, да, там их меньше будет. С инженерной точки зрения меньше опор, соответственно, ну, у тебя пространство под мостом более свободное, да, то есть в плане размещения в перспективе каких-либо коммуникаций, прохождения каких-либо путей, обслуживания этих частей. То есть чем меньше опор, понятно, тем проще их обслуживать. Ну, в принципе, наверное, это больше вопрос к технической части. Почему раньше применялось, почему их было восемь пролетов и девять опор, а сейчас будет три? Потому что технологии на месте не стоят, и конструктивно тогда сделать опоры в такой конструкции, такой, ну, массивности, скажем, наверное, было невозможно, да. Пролетный, он был железобетонный, соответственно, может быть, пролетное строение, то есть балки, не было технической возможности сделать длиннее. Сейчас он будет с металлическим пролетным строением, соответственно, металлические пролетные строения, они очень широкие. Ну, чтобы вы понимали, у нас новый мост через Ольга, например, он металлический, да, то есть он весь надвижкой осуществлялся. Соответственно, металлические мосты, они подразумевают, что можно их меньшее количество опор делать и пролеты делать длиннее, чем железобетонные. Поэтому это чисто такие технологические нюансы. Видимо, когда его строили в 50-х годах, ну, не было возможности сделать пролетов подлиннее, но меньшего количества. Сейчас есть такая возможность, поэтому проектировщик принял такое решение. Наша задача уже по проекту сделать. Ну, и перейдем, пожалуй, к последнему, но не менее животрепещущему вопросу. Срок сдачи работы 30 ноября 2023 года, но сейчас ходят слухи о том, что все-таки на полтора месяца не укладываются. Ну, так ли это? Ну, не укладываются, немножко не так. Я еще раз заостряю, у нас появился дополнительный вид работы, который изначально проектом не был учтен. Во-первых, пока мы, ну, столкнувшись с этой проблемой, да, по укреплению грунтов, пока мы все совместно искали пути решения, это нам срок, скажем, увеличило. И сегодня у нас эти работы проводятся, не позволяя нам, пока эти работы мы не произведем, следующие этапы работ производить. Вот, потому что если бы, например, не было укрепления грунтов, мы сегодня бы уже на двух опорах спокойно телом по опору занимались. А сегодня мы вынуждены стоять, ждать, пока нам не освободят фронт работы. А фактически, да, у нас график от первоначального сдвинулся. То есть мы планировали на движку начинать пролетных строений осуществлять в начале 2023 года, там, в конце января, начале февраля. Сейчас мы говорим, что это, скорее всего, конец марта, начало апреля. То есть вот если говорить по этим видам работ, да, у нас движка есть. Это не говорит о том, что мы для себя сдвигаем окончание работы, да. То есть мы в любом случае понимаем, что есть ноябрь 2023 года. И мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы этот срок выдержать. У нас все-таки еще сейчас вот эти работы, дополнительно появившиеся, они до конца не выполнены. У нас еще не произведены испытания, они только на следующей неделе мы их будем производить, которые подтвердят фактически, что данные мероприятия, они имели эффект. А испытания чего? Это вот как раз укрепление грунтов, статические испытания. Мы нагрузим часть буронабивных свай и посмотрим, то есть есть ли осадка или нет. Вот, соответственно, если все подтвердится, тогда мы уже сможем четко сказать, что да, мы теперь вот понимаем, в каком графике мы идем и какими силами, средствами будем его нагонять. Вот, поэтому вот пока этот вопрос такой немножко подвешенный. Но я еще раз говорю, я сам в городе живу и по нему езжу. И, соответственно, и наши сотрудники также ездят. Ни у кого нет желания этот объект затягивать и уводить его дальше. Чем ноябрь 2023 года, потому что нам тоже хочется ездить без пробок. Будем стараться. Но все-таки к назначенному сроку жители увидят обновленную... Я надеюсь, мы приложим все усилия. Давайте вот подождем еще неделю, мы четко график нарисуем уже и тогда скажем. Но я говорю, мы для себя другого срока пока не ставим. Ну, Николай Владимирович, я благодарю, что вы нашли время пообщаться с нами. А я напомню, с нами был руководитель подрядной организации ДСУ-4 Николай Данилин. Спасибо.